Несмотря на все сложности, год выдался удачным и плодотворным. Удалось реализовать основные задуманные проекты, сообщил журналистам глава города Алексей Сафонов. Саров достойно показал себя и на федеральном уровне. Мы получили всю необходимую поддержку и специальные поручения по вопросам развития нашей территории. Очень активно прорабатываются разные варианты планов развития, достаточно бюджетаемкие. И ключевым событием, наверное, для территории это стало подписание указа президента о присоединении территории к городскому округу город Саров. Это действительно уникальные события. Не обошли вниманием одной из самых громких событий года – указ президента о присоединении северных территорий. Что даст это Сарову и как повлиять на жизнь в городе? Прежде всего, по мнению представителей администрации, новая география позволит создать дополнительные рабочие места и социальную инфраструктуру. Например, построить физкультурно-оздоровительные комплексы. С присоединением технопарка мы планируем как раз увеличить возможности города, ресурсы города и добавить некую гибкость для реализации тех или иных проектов, которые невозможно реализовать внутри периметра. С 1 января по инициативе и по одобренной президентам эта территория становится городом. То есть вопрос прямой налоги пойдут в город. Всю деятельность этой западной территории можно назвать на три компонента – научная, производственная и социальная. Научная, вы знаете, да, это одобрено строительство Национального центра физики и математики, центральным ядром которого стало открытие филиала, восьмого филиала МГУ. Одной из центральных на пресс-конференции стала тема вывоза мусора. Жители города все чаще беспокоят несвоевременная уборка мусорных баков. В связи с этим администрация ведет постоянную работу с региональным оператором. Здесь мы находимся, конечно, между жалобами и непримирением жителей с недостатками работы рекоператора, ну и, соответственно, некое непонимание рекоператора наших требований. Мы понимаем, как должно быть, но не хватает законодательной базы, не хватает ресурсов достичь этого результата. Поэтому работа продолжается. Задача максимума городской администрации на 2022 год – освоение новых территорий и вовлечение их во внутренние процессы города. В следующем году Саров ожидает и ряд крупных мероприятий. Одно из них – 30-летие закона о ЗАТО. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.